Музыка Этот отчет напоминает мне отчет прошлого года, над которым вдоволь и от души поиздевались и комментаторы, и депутаты, и все, кому не лень. В этом году было примерно то же самое. Самовосхваление премьера и совершенно несоответствующее сказанному и продекларированному им реальность вокруг. Я уже высказывался в этом смысле и повторю, что отчет господин Филат должен читать не в здании правительства перед журналистами, а вот из двух тысяч населенных пунктов, сел в частности, должен выбрать любое, которое он захочет. Пусть даже вот в свое село поедет, соберет людей, но без охраны, без... Ну вот один на один с народом и пусть зачитает этот доклад перед людьми. Я думаю, что он и до середины не дочитает, его с позором, так сказать, прервут и прогонят из села. Результаты этого года плачевны. Политический кризис не преодолен. Мы в этом году убедились в том, что не в избрании президента и не в этом институциональном тупике проблема. Проблема в том, что нынешняя власть не способна управлять страной. К тому, что так называемый президент избран был, изменений, однако, никаких в стране не произошло. Более того, происходит ухудшение ситуации во всех отношениях. Закрываются школы, у нас огромные проблемы в здравоохранении, скандалы с лекарствами, цены на лекарства огромные. У нас проблемы в экономике, наши немногочисленные, но серьезные инвесторы заявляют о том, что они сворачивают здесь деятельность. И это идет в противоречие с тем, что говорит премьер. Люди чувствуют давление со стороны налоговой службы, со стороны таможни, со стороны контролирующих органов. Нет стабильности в законодательстве, нет стабильности в практике применения нормативных актов. Люди не могут в этих условиях работать. И это только те случаи, о которых мы знаем. Это те, которые могут себе позволить выйти и заявить громогласно о существующих проблемах. Это верхушка айсберга. Основная масса проблем, мы о них слышим от своих знакомых, от тех, которые занимаются или пытаются заниматься бизнесом здесь. Но об этом пресса не может писать о каждом случае. И по каждому случаю премьер не будет собирать специальное заседание, как он сделал в случае с Драксел Майером, с инвестором немецким, который производит какие-то комплектующие для автомобильной промышленности немецкой. Кстати, вот это заседание, оно красноречивее чего-либо другого, говорит о том, что это правительство, это правительство пожарников и правительство, которое не сумело организовать управление публичными делами, так как оно должно происходить. Менеджмент, управление, демократия предусматривает некий автоматизм в решениях, в действиях, в реакциях на происходящее. Если там что-то случилось, действуй согласно предписаниями закона. Не надо собирать, значит, чрезвычайные заседания правительства для того, чтобы выяснить, почему налоговая служба издевается над инвестором. Надо просто соблюдать нормы. Значит, этого нет, по каждому случаю, повторяю, не соберешь совещание, поэтому у нас провалы везде. Вот из последних скандалов это контрабанда на границах, наши пропустили, румыны, значит, задержали целую фуру с сигаретами. Раз, провал везде. Поэтому этот отчет, это некий такой демагогический димаш премьера, часть так называемой истории успеха, которую все говорят и которую никто не чувствует. Поэтому я жду отчета премьера в апреле в парламенте, абсолютно уверен, что депутаты к этому отчету подготовятся. В всяком случае оппозиция будет задавать вопросы. И вообще надо вводить практику некого диалога, когда ты отчитываешься. Когда ты, так сказать, держишь монологи, рассказываешь в видеокамере, которая тебя спросить не может, о том, какой ты хороший, чего ты добился, конечно, это только вызывает чувство неприятия и фрустрации, и огорчения. Поэтому я считаю, что это очередной потерянный год для республики Молдова. И этот год особенный почему? Потому что следующие года, это 2013-2014, это предвыборные года. В эти годы, как правило, ничего не происходит в плане реформ, трансформации. Люди готовятся к выборам, каждый боится предпринимать какие-то фундаментальные структурные изменения, потому что, как правило, эти изменения изначально не дают положительного эффекта, а где-то наоборот. Эффект отложен у реформ. Поэтому то, что мы будем наблюдать в последующие годы, это будет исключительно борьба политическая между главными политическими игроками. В Молдове это парламентские партии, в первую очередь, не только между властью и оппозицией, в том числе между партиями, находящимися сегодня в одном альянсе. И, естественно, это положительным образом не отразится на положении людей, на качестве жизни. Поэтому я говорю, что шанс был упущен. Визиты, которые бы имели высокопоставленных чиновников европейских, только, по моему мнению, подтверждают это. Когда все идет нормально, нет необходимости приезжать каждые две недели и поддерживать речами и присутствием реформаторский пыл власти. Когда идет все нормально, идет все нормально, идет рабочая атмосфера, взаимодействие. Люди приезжают из Европы, пытаются помочь альянсу. Однако, не в коня корм эти люди не способны. Не просто проводить некую европейскую модернизацию страны, приближаться к европейскому СССР. Они не способны управлять текущими делами страны. Поэтому, я думаю, что эта власть обречена. К сожалению, приходится констатировать, что нет никаких шансов, что ее можно будет смести раньше, чем в 2014 году. Но у нас будут выборы в 2014 году. И если будут соблюдены минимальные условия для свободного волеизъявления населения, то у этой власти нет никаких шансов. Придут другие люди к власти. Продолжение следует... Продолжение следует...